МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Россия вновь подвергла массированному ракетному обстрелу объекты критической инфраструктуры Украины и есть жертвы среди мирного населения. Правящая в Грузии партия «Грузинская мечта» решила отозвать проект закона об иностранных агентах на фоне массовых протестов в стране. В Верховную Раду внесен проект закона о регистрируемых партнерствах, принятие которого легализует однополые партнерства в Украине. Также сегодня... Ты должен быть профессионалом. Какие бы вы ни устраивали перформансы, еще чего-то, еще чего-то, еще чего-то. Ребята, художник должен прежде всего рисовать. Прежде чем начать жить, надо научиться ходить. Умер художник-мемоарист Борис Жутовский. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Российская армия нанесла сегодня очередной массированный ракетный удар по объектам критической инфраструктуры Украины, прежде всего по энергетическим объектам. Воздушная тревога объявлялась по всей территории Украины. Глава Офиса президента страны Андрей Ермак сообщил о гибели не менее трех человек в Херсоне при попадании ракеты в остановку общественного транспорта. В Министерстве обороны России этот удар назвали, цитата, массированным ударом возмездия в ответ на террористические акции в Брянской области. При обстрелах, которые продолжались не менее шести часов, применялись крылатые баллистические ракеты, а также иранские ударные беспилотники Шахет-136. По информации пресс-службы военно-воздушных сил Украины, Россия выпустила 81 ракету различного типа. Средствами ПВО Украины были сбиты 34 из 48 крылатых ракет и несколько дронов. Подвергся обстрелу и Харьков, где только вчера было восстановлено освещение на улицах. Вот что передает оттуда журналист Мария Милевская. У нас ракетная атака началась примерно в 4 утра. Я насчитала около 13 взрывов, еще несколько ударов пришлись по области. Примерно через несколько минут после начала ракетной атаки пропало электричество. Все удары были по объектам энергетической инфраструктуры, но одна из ракет упала в пригороде Харькова, в Песечине. Там ранение получили две женщины. Ранение легкие, их же ничего не угрожает. Ракета упала в землю возле жилого дома и повреждено еще несколько домов. Света в Харькове нет. В области потихоньку сейчас появляются сообщения о том, что начали подключать. Харьковское метро работает в режиме укрытия. Электротранспорт в городе сегодня тоже не пошел. Выпустили на маршруты автобусы. У нас вот только как два вечера накануне появилось уличное вечернее освещение. И вот сегодня Харьков снова погрузился в блок-аут. И если по Харькову россияне могут добивать только ракетами, то по Купенску, например, бьют и из минометов, и из артиллерии, и ракетами. Там регулярно разрушаются жилые дома. Несколько дней назад прилетело в роддом. Это деоккупированный населенный пункт, который под регулярными обстрелами, потому что там неподалеку проходит нынешняя линия фронта. Россияне пытаются там продвигаться, поэтому обстреливают населенный пункт. Давайте послушаем, что говорит местный житель, который остался без жилья. Кстати, он и россиянин, который родился на Дальнем Востоке. Одно желание туда кинуть такое, на них, это честно. Ну, а уже аж злость есть. Это честно. В Купенской громаде сейчас, по данным городской военной администрации, живет больше 10 тысяч населения. Из них 812 это дети и примерно полторы сотни это маломобильные жители. Накануне власти объявили об обязательной эвакуации детей и маломобильных из самого Купенской и абсолютной эвакуации всего населения из некоторых населенных пунктов, которые фактически сейчас стали на линии фронта. Но на практике эта обязательная эвакуация не работает. В Украине нет законодательного механизма заставить кого-либо принудительно выехать. За то время, когда была объявлена эвакуация, только одна семья с ребенком согласилась эвакуировать. Мы сами накануне стали свидетелями, когда была заявка у волонтеров Красного Креста на эвакуацию семьи с 10-летним ребенком. И когда волонтеры приехали, мать просто спрятала ребенка за дверью и сказала, что она никуда не поедет, ведь в этом населенном пункте под Купенском было достаточно громко, работала и артиллерия, и минометы. Журналист Мария Милевская о ситуации в Харькове и в других районах Украины после очередного массированного ракетного удара со стороны России. В Грузии оппозиция одержала важную политическую победу, добившись решения правящей партии «Грузинская мечта» снять с рассмотрения парламентом проекта закона об иностранных агентах. Вот как еще два дня назад премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили обосновывал необходимость принятия такого закона и критиковал тех, кто выступает против. Проходящая сейчас кампания абсолютно необоснована. Я понимаю, что им больно, потому что они получали миллионы, десятки миллионов грантов. Не было прозрачности информации, отчетности перед обществом. Это минимальное стандартное требование – быть прозрачным и подотчетным. Это соответствует европейским и мировым стандартам. Это был премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. Массовые акции протеста против принятия закона об иностранных агентах в первом чтении продолжались несколько дней. Для их разгона полиция применяла водометы и слезоточивый газ. Сотни людей были задержаны. К счастью, в этот раз, судя по всему, обошлось без жертв и тяжелых ранений, хотя ситуация в Тбилиси была очень напряженной. При этом специалисты по конституционному праву в Грузии отмечают, что правящая партия «Грузинская мечта» не может отозвать проект закона об иностранных агентах, избежав унизительных процедур. Тему продолжает Георгий Кабаладзе. Правящая партия «Грузинская мечта» решила отозвать законопроект об иностранных агентах после ожесточенных столкновений в ночь на четверг на центральном проспекте Руставели между частями спецназначения МВД и демонстрантами, выступившими против принятия закона. Всего в ходе протестов арестованы 133 человека по обвинению в нарушении административного кодекса. Около 100 раненых, в основном с повреждением глаз от слезоточивого газа, помещены в тбилисские больницы. При этом МВД утверждает, что 50 полицейских также получили увечья. Несмотря на отзыв законопроекта, оппозиция планирует продолжить акции протеста до освобождения всех задержанных. Тем не менее, как считают грузинские эксперты, власти загнали себя в тупик, из которого просто нет выхода без огромных политических и имиджевых потерь. Ключевым в данный момент остается вопрос отзыва законопроекта, иначе властям уже не успокоить улицу. Но выясняется, что отозвать законопроект после первого чтения технически невозможно, если только правящая партия, обладающая всей полнотой власти в парламентской республике, публично не распишется в унизительной капитуляции. Об этом Радио Свобода рассказал один из авторов ныне действующей конституции Вахтанг Хмаладзе. Вопрос отзыва законопроекта решен регламентом парламента, в соответствии с которым инициаторы законопроекта вправе отозвать свой законопроект посредством представления соответствующего заявления с подписью всех без исключения инициаторов. И такое заявление может быть подано до начала рассмотрения в первом чтении при норме заседания законопроекта. А после первого чтения? Что касается первого законопроекта, который уже принят в первом чтении, невозможно отозвать. Парламент обязан продолжить рассмотрение этих законопроектов. И лишь в одном случае, значит, сейчас, если парламентское большинство желает убить этот законопроект, принятый в первом чтении, он должен в срочном порядке формально устроить рассмотрение законопроекта комитета, а затем сразу же вынести на пленарное засмотрение во втором чтении, также формально провести рассмотрение законопроекта или не провести, просто сделать заявление, что не решили этот законопроект снять, большинство рассмотрения, и провести голосование, поставить на голосование принятие во втором чтении законопроекта. Не подать голоса. То есть провалить законопроект, который сами же инициировали? Так, так. Такое бывало в практике парламента. Это возможно сделать сегодня и завтра. Закончить и противостояния, и любые провокации, касающиеся этих законопроектов. Отметил Вахтанг Хмаладзе. При этом у власти не очень много времени. Если закон не будет вскоре обсужден во втором чтении, то прессинг со стороны оппозиции, в том числе уличные акции протеста, будут лишь нарастать. Счет идет на дни, а не недели. Кроме того, непонятна судьба запроса в Венецианскую комиссию Совета Европы, куда законопроект направлен после принятия в первом чтении. Получается, что правящая партия сначала отправила законную экспертизу в Венецианскую комиссию, а сейчас вынуждена сказать уважаемому европейскому органу, «Извините, мы ошиблись, и ваше заключение нам уже не нужно, поскольку сами поняли, что закон противоречит демократическим нормам». И все это происходит на том фоне, что не только не решается, но обостряется проблема вокруг здоровья экс-президента Михаила Саакашвили. Оппозиция настаивает на необходимости его перевода в зарубежную клинику для лечения. Саакашвили как бы незримо присутствовал на этих митингах, даже несмотря на то, что его имя не упоминалось. Тем не менее, Михаил Саакашвили остается наиболее знаковым грузинским политиком и символом борьбы против правящей партии «Грузинская мечта». Георгий Кобаладзе для «Радио Свобода» Тбилиси. Добавлю, что вчера на российско-грузинском пограничном пункте Верхний Ларс со стороны Грузии были зафиксированы длинные колонны автомобилей. Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симоньян, как и многие российские провластные СМИ, интерпретировали это как бегство от грузинского Майдана обратно в Россию тех, кто в свое время бежал из России в Грузию, спасаясь от мобилизации. «Ой, верхнеларсовцы назад бегут. Опять там пробки, теперь в другую сторону. Нет у вас Родины, нет вам изгнания», злорадно написала Симоньян в Твиттере. Между тем пробки на границе объясняются плохими погодными условиями. Из-за угрозы схода лавин трасса, ведущая к КПП Верхний Ларс, несколько раз перекрывалась. Обратный адрес. Я Владимир Абаринов, и это пятый сезон моего подкаста о людях и событиях на перекрестке культур России и Америки. Я верно служил советской стране чекистом. Империализм всегда умел посмотреть на себя с иронией. Телевидение создавало в некотором роде нацию. Слушайте обратный адрес на удобной для себя подкаст-платформе. Послушайте информационный дайджест «Время свободы». Сегодня четверг, 9 марта. Тема выпуска представляю я, Андрей Широградский. В Верховную Раду Украины внесен законопроект о регистрируемых партнерствах, в случае принятия которого ЛГБТ-пары в Украине смогут официально зарегистрировать свои отношения. В августе прошлого года президент Украины Владимир Зеленский поручил премьер-министру страны Денису Шмыгалю рассмотреть возможность легализации однополых браков. Таким образом, он ответил на петицию в защиту прав ЛГБТ, которая набрала необходимые для рассмотрения 25 тысяч голосов украинцев. Автор законодательной инициативы, депутат Верховной Рады Инна Софсон отмечает, что внести законопроект о партнерствах ее побудило общение с представителями ЛГБТ, воюющими за независимость Украины в составе ВСУ. Инна Софсон подчеркивает, что речь сейчас идет именно о партнерствах, а не о однополых браках. И вот как она это объясняет. Законопроект предусматривает именно регистрированные партнерства, потому что это то, что возможно сделать сейчас, в нынешних условиях. Ведь для того, чтобы поменять ситуацию в законодательстве относительно браков, необходимо вносить изменения в Конституцию. Потому что у нас в Конституции записано, что брак – это добровольное партнерство между мужчиной и женщиной. Поэтому вариант изменений в Конституцию даже не рассматривался. Это, во-первых, сложно. Во-вторых, во время военного времени невозможно. Надо было искать другие пути решения тех проблем, с которыми сталкиваются в первую очередь однополые пары, которые не могут официально зарегистрировать свои отношения. Законопроект касается и однополых пар, и разнополых пар. То есть могут быть разнополые пары мужчин и женщин, которые могут не хотеть вступать в брак из-за разных причин – религиозных, или плохого предыдущего опыта, или еще из-за чего-то, но хотят каким-то образом оформить свои отношения. Они такую возможность получат, если законопроект будет принят. Это будет касаться не только однополых, но и разнополых пар. Почитать количество людей, на кого это будет распространяться, очень сложно. Мы не знаем, какое количество разнополых пар захочет оформлять отношения. Если говорить о военных ЛГБТ, которые сейчас служат на фронте, то точных цифр вам никто не скажет. Люди не идентифицируют себя как представители ЛГБТ-сообщества из-за страха какой-то негативной реакции, например, сослуживцев, и не хотят заострять на этом внимание. Цифр я вам не могу сказать, но здесь вопрос принципа. Если действующее законодательство не дает возможность быть счастливым двум людям, то это весомая причина его менять. У нас есть категория людей, которые сильно страдают без возможности узаконить гражданские отношения. Это в первую очередь военные, которые сейчас на фронте и не могут узаконить отношения со своим партнером или партнеркой. Военные ЛГБТ, которые сейчас за нас с вами воюют, но, к примеру, если сейчас с ними что-то произойдет, и они попадут в больницу, то их партнер или партнерка не сможет принимать за них медицинские решения. Или же, если случится самое страшное, и военный погибнет, то партнер или партнерка не будет иметь возможность принимать решения о похоронах. Я уж не говорю о социальных гарантиях, социальную поддержку и так далее. Военная поточная ситуация актуализирует эту проблему, и именно поэтому сейчас в обществе очень резко возросла поддержка легализации однополых партнерств. По последним социологическим данным, у нас 56% украинцев поддерживают легализацию однополых партнерств. И мне кажется, что этот прыжок, который мы увидели за последний год, как раз и связан с тем, что проблемы ЛГБТ военных нельзя игнорировать. Даже те люди, которые не определились или не знали о проблеме, на примере с ЛГБТ военнослужащими, поняли, что она реальна. Сейчас парламент более консервативен, чем украинское общество, и много депутатов публично не готовы декларировать свою позицию. Это не значит, что это нельзя изменить, потому что депутаты будут голосовать так, чтобы отображать позицию большинства граждан. Но очень активная, агрессивная позиция меньшинства, которая против много кого, отпугивает и останавливает, чтобы на этом этапе публично поддержать такую позицию. Принятие закона о публичных партнерствах не является требованием для членства Украины в ЕС, в отличие от других норм, которые нам необходимо имплементировать в законодательство, которое касается прав ЛГБТ. Но будут страны, которые будут внимательно следить за тем, как украинское общество и политики будут работать с этим законопроектом. Для них это будет маркером политической зрелости украинского общества, готовности делать вещи, которые приближают Украину к политической культуре Европейского Союза. В первую очередь речь идет о североевропейских странах. Это и Швеция, и Дания, и Нидерланды, и Германия. Это те страны, которые точно будут смотреть, сможет ли украинский парламент этот закон принять. Это не юридическое требование, но политически это будет очень важным маркером, который будет демонстрировать нашу готовность присоединиться культурно к ЕС и соответствовать духу, а не только букве, которая требуется. Говорила автор законопроекта о регистрируемых партнерствах депутат Верховной Рады Украины Инна Совсун. Министерство финансов России обнародовало предварительную оценку исполнения федерального бюджета на начало марта. Дефицит в январе-феврале этого года составил более 2,5 триллионов рублей при запланированном на весь год дефиците в 2 триллиона 900 миллиардов рублей. Год назад, в январе и феврале, федеральный бюджет, наоборот, был исполнен с профицитом в 415 миллиардов рублей. При этом министр финансов России Антон Сюланов в недавней беседе с корреспондентом телеканала РТ прямо-таки излучал оптимизм по поводу состояния российского бюджета. Комментарий по этому поводу экономического обозревателя радиосвобода Максима Бланта. Доходы за два месяца упали по сравнению с прошлогодним показателем на четверть до 3 триллионов 163 миллиардов рублей. Расходы взлетели к январю-февралю 2022 года на 52%. Потратило правительство почти 5,8 триллиона рублей. Так вот, к чему я заговорил о чуде? К тому, что нам его обещали. Причем не далее, как в четверг, 2 марта, когда министр финансов Антон Силуанов, лучась оптимизмом, давал интервью «Rush Today». По итогам января-февраля мы видим, доходов поступило больше, чем за январь-февраль прошлого года. Несмотря на то, что наши планы по году в целом были более скромными. Поэтому сейчас мы опубликуем соответствующую статистику. Я думаю, те, кто прогнозировал нам большой дисбаланс, будут очень сильно расстраиваться. Российские информагентства со ссылкой на это интервью распространили информацию о том, что только налоговых доходов бюджет получил за два месяца. Больше, чем на 5 триллионов рублей. Эту цифру назвал тот же Силуанов. Из записи эта оценка куда-то делась, но публикации все на месте. На деле же, как видим, доходов на четверть меньше, чем в прошлом году. И о 5 триллионах налоговых сборов Силуанов может только мечтать. Можно, конечно, предположить, что министр финансов давал интервью в состоянии измененного сознания. Ну, перепутал, не разобравшись доходы с расходами. Отсюда и все нестыковки. Тем более, что сам Силуанов в конце беседы признается. Те вызовы, с которыми мы сталкиваемся, они, конечно, стимулируют вырабатывать более такие нестандартные креативные решения. И в этот период, естественно, больше драйва. Иного объяснения, кроме как повышенная концентрация драйва, такому откровенному и, главное, бессмысленному передергиванию фактов не находится. Но если отвлечься от душевного состояния министра, можно констатировать, что попытки объяснить пугающую бюджетную дыру января разовыми факторами, которые предпринимались на протяжении всего месяца представителями финансово-экономического блока правительства, выглядят неубедительно. Доходы по-прежнему значительно ниже прошлогодних, при той же цене бренд на мировом рынке. Зато расходы притормозить никак не удается. Дефицит февраля, правда, оказался ниже январского. Но всего за два месяца правительство умудрилось практически выбрать весь годовой лимит. В оставшиеся 10 месяцев они могут потратить всего на 334 миллиарда рублей больше, чем соберут с налогоплательщиков. По крайней мере, если относиться к закону о бюджете как к документу, а не как к Филькиной грамоте. Впрочем, требует разъяснения совсем другой вопрос. Откуда Минфин берет деньги, чтобы финансировать все то, что он с таким усердием финансирует? В принципе, законных источников финансирования бюджетного дефицита у российского правительства ровным счетом два. Это использование резервов и увеличение государственного долга. С начала года Минфин действительно продает юани из фонда национального благосостояния. И продал их за два месяца аж на 214 миллиардов рублей. Что касается госдолга, то на весь первый квартал Минфин запланировал занять 800 миллиардов. И даже если бы он за первые два месяца занял все, что хотел занять за три, все равно вместе со средствами из резервов получился бы всего триллион. Откуда взялись еще полтора дней министр финансов, ни его многочисленные заместители не рассказывают. Объяснить этот загадочный феномен могла бы только одна фантастическая версия. Глава Банка России Эльвира Набиулина судила коллеге Силуанову на пару ночей в пользовании печатной станок. Но тогда возникает резонный вопрос, зачем в таком случае вообще городить огороды и водить хороводы с размещением облигаций федерального займа, с продажей юаней из фонда национального благосостояния. Было бы куда резоннее не разбазаривать резервы, не копить долги, а наоборот, пополнить резервы триллионов на 5-10, а с госзаимствованиями завязать до более спокойного времени. Даже странно, что эта светлая мысль министру финансов в голову до сих пор не приходила. Драйв и креативность у него, конечно, прибавилось, но все-таки недостаточно для полной и окончательной победы на финансовом фронте и по сравнению врагов, недоброжелателей и многочисленных завистников. Это был комментарий экономического обозревателя свободы Максима Бланта. И в завершении выпуска об очень печальной новости. В Москве умер художник и мемуарист Борис Жутовский, ему было 90 лет. Жутовский участник знаменитой выставки «30 лет мозг», которая прошла в декабре 1962 года в московском Манеже. Посетивший эту выставку руководитель СССР Никита Хрущев пригрозил тогда Жутовскому, цитата, отправкой на лесозаготовки. После этого на долгое время художнику была закрыта возможность участвовать в выставках. Сам Жутовский рассказывал, что Хрущев уже после своей отставки извинился перед ним. Борис Жутовский — автор серии портретов известных деятелей СССР и России 20 века «Последние люди империи». И среди этих портретов — портреты Андрея Сахарова, Булата Куджавы и Никиты Хрущева. Борис Жутовский был автором воспоминаний и нередко был гостем «Радио Свобода». Вот фрагмент передачи «Культ личности», вышедшей в эфир в мае 2017 года. Я счастливый человек. Во-первых, мне удалось прожить в катаклизмах моего времени. Где-то задевали, где-то получал по морде, где-то посидел в тюрьме. Я, накануне 1 сентября, в поле, в деревне набил майку огурцами. 47-й год. Маме огурцов. Маме огурцов. Мимо шел председатель колхоза. Уйдь, мне бы открыть майку и выкинуть огурцы. А я в Боровске. И мне грозило 8 лет тюрьмы. 47-й год. Опять вылез. Опять повезло. Из всех обстоятельств, которые сваливались на меня по жизни, мне удалось выплывать на поверхность. И на девятом десятке жизни я продолжаю работать. И мне хочется работать. И я знаю, что я хочу сделать. Я думаю, что немалую роль в характере является генетика, конечно. Энергетичная мама, которая до последних дней носилась и занималась общественными делами, помогая всем, отчим называла ее, постоянно называла, помощник всех дураков. Она кидалась помогать всем всегда. И это у меня в характере. Не так давно я начал задавать себе этот вопрос. Собственно, а во имя чего, что я делаю, для чего я делаю, и на что я трачу этот остаток жизни? Я не диссидент. Я не ухожу на площади. Я не участвую в демонстрациях. Я не пишу лозунги. Когда ты занимаешься своей профессией, я прежде всего понимаю, что качество ремесла имеет первостепенное значение. Ты должен быть профессионалом. Рисовать надо уметь. Какие бы вы не устраивали перформенсы, еще чего-то, еще чего-то, еще чего-то, ребята, музыкант должен знать 7 нот. Художник должен прежде всего рисовать. Прежде чем начать жить, надо научиться ходить. И для чего? Что я в конце концов, в конце жизни практически, для чего и что я делаю? Я думаю, что я заполняю одну из ячеек улья под названием культура. Что является составной частью того, что спасает любую нацию в любой исторический период существования человечества? Надо делать культуру. Почему я это умею? Я не сомневаюсь в том, что как это надо сделать. Тут я профессионал. А во всех остальных, только что перечисленных обстоятельствах, я приблизительный любитель. Потому что я же не знаю ремесла действий. Я не знаю ремесла протеста. Это отдельная жизнь, профессия, занятия и убеждения. Я думаю, что это фундамент для скромного ощущения достоинства. Это был голос Бориса Жутовского, фрагмент программы «Культ личности», вышедшей в эфир «Радио Свобода» в мае 2017 года. Художник и мемуарист Борис Жутовский умер в Москве в возрасте 90 лет. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода». К вашим услугам популярные приложения подкастов и наша платформа на базе хостинга YouTube «Радио Свобода Лайв». Подписывайтесь на нее и на телеграм-канал «Время свободы». У меня на сегодня все. До свидания. Студия подкастов «Радио Свобода».